А Москва передала, что в боевых действиях в Тбилиси на стороне Гамсахурдия участвуют чеченские боевики, и что Тенгис-Сиго и Тенгис-Китувани обратились к руководству России с просьбой предоставить им военную помощь. Все стало на свои места. Кто стоит за событиями в Грузии? Угроза России нависала не только над Чеченской республикой, но и над всеми республиками бывшего Союза. Еще в декабре 1991 года Москва организовала путь в Грузии. Удар был направлен не только против Гамсахурдия, союзника Джохара Дудаева, оказавшего поддержку в проведении выборов 27 октября 1991 года и обеспечившего присутствие на них международных наблюдателей. Но удар был направлен и против Джохара Дудаева, против Чечения, как и в Первую русско-кавказскую войну. Обложить чеченцев, зайдя в тыл, лишив их поддержки, имеется в виду чисто политической и экономической. Из Грузии. Практически Чеченскую республику блокировали полностью. После провала в ноябре прямого применения военной силы, Москва решила удавить или взять Чечению измором. Это была подлая политика, но она была политика Москвы, традиционная и до сих пор действенная. Надо было постараться хотя бы на сей раз сорвать коварный замысел, и Джохар бросился на помощь. Было собрано срочное совещание у президента. Разъяснил обстановку Дудаев сам. Сформировал делегацию, куда вошли Шамиль Бино, министр иностранных дел Чеченской республики, руководитель. Ахмед Мальсагов, Ихван Гириханов, я, депутаты парламента Чеченской республики. Джабраил Хангишвили, Шайхи Ибрагимов, Мовлади Джабраилов, командовавший группой сопровождения и другие. Воспроизведен мой отчет об этой миссии, напечатанный в газете «Барт». Кроме того, миссии была придана группа сопровождения численностью 18 человек, 14 из них вооруженная охрана при полной экипировке. Именно эти 14 человек вооруженной охраны и оказались серьезной ошибкой. Невозможно оружием защитить или подкрепить подобную миротворческую дипломатию. В этом мы убедились при прибытии в аэропорт Тбилиси, где были атакованы силами оппозиции. И только счастливая судьба уберегла нас от трагедии. Предвидя возможность подобных действий со стороны оппозиции, сторонники Гамсахурзе, оказывается, выставили заслон для защиты делегации. В результате короткого боя обе стороны понесли потери – один убитый и 14 раненых, двое из которых затем, как было сказано, скончались. Эта трагедия тоже явилась одним из главных аргументов в пользу передачи оружия нашей стороной на хранение до отъезда депутатской миссии из Тбилиси по настоянию руководителя делегации Шамиля Беном. Хотя я был категорически против и свое оружие не передал. На наших глазах грузины убивали друг друга. Одни, чтобы защитить нас, другие – ослепленные дезинформацией о целях нашей миссии. Как выяснилось, за полчаса до приземления чеченской делегации оппозиция была оповещена о том, что якобы на самолетах летят 200 боевиков, которые будут воевать на стороне Гамсахурдия. Кроме того, самолет везет оружие. Это была работа спецслужб России, засевших в Грозном, в частности, в аэропорту. При такой дезинформации не берусь осудить оппозицию за приказ боевикам не допустить посадки самолета. Для его выполнения были задействованы гранатометы, и только счастливый случай, вернее, Божья воля, спас нас от несчастья. Гранатометчик не выстрелил по самолету лишь потому, что аэропортовый бензозаправщик своим корпусом случайно загородил ему цель. Уничтожение самолета должно было произойти, как нам сказали сами нападавшие, при соприкосновении его с летной полосой. При таких обстоятельствах и очутилась в Тбилиси делегация Чеченской республики 25 декабря 1991 года. Если изложить в хронологической последовательности дальнейшие события, то они развивались следующим образом. С борта самолета делегацию завели в одну из комнат второго этажа аэропорта. Сообщили, что сейчас подойдет министр иностранных дел Грузии. В это время начался бой на улице у здания. При нашей делегации находился капитан милиции, который пояснил, что бой идет между ОМОНовцами, защищающими аэропорт, и боевиками оппозиции. Сатуев, Ибрагимов и еще кто-то вели наблюдение за происходящим, а Зелимханда Чаев в окно снимал эпизоды боя на видео. Охрана делегации во главе СМУ Влади была готова в любой нужный момент вступить в бой. Но им дан был четкий приказ – ни одного выстрела. Нас больше всего беспокоила охрана самолета. Могли не разобраться в ситуации и ввязаться. Но слава богу. Вскоре случилось и то, что мы предвидели. Огонь начали вести и по нашим окнам. К счастью, никого не задело. Повезло, что мы находились на втором этаже. В это время, незаметно для других, в холл первого этажа навстречу атакующим, оказывается, выскочил Шамиль Бено и заявил, что мы прибыли с миротворческой целью. Те потребовали – сложите оружие, и мы поверим. Прибежал милиционер с запиской. Читаю. В ней Шамиль излагал требования боевиков. Спрашиваю, где он? Отвечает – на улице. Спускаемся на первый этаж в павильон. Туда уже ворвались боевики, и они моментально окружают нас. Есть раненые, есть разгоряченные не только боем, но и спиртным. Несло почти от каждого. Возможно, выпили для смелости. Потребовали сложить оружие. Мы ответили отказом. Оружие у нас для самозащиты и для охраны самолета. Не поверили. Крики, беготня, брань на грузинском. Обвинение в том, что мы приехали помогать Гамсахурде, что с нами в самолете 200 боевиков и полно оружия, что из-за нас уже погибли люди. Последняя, к сожалению, была правдой. Из-за чьей-то провокации один из защищавшихся погиб. Его пронесли мимо нас. А из боя его вытащил, оказывается, нашему владе Джабраилов, командир охраны. Мы объяснили, что нет никаких 200 человек и оружия. Есть парламентская делегация и министр иностранных дел. И охрана самолета 14 человек. Что они могут проверить самолет. Охрану мы оставили в самолете. На переговоры делегация пойдет без оружия. Кроме того, они были обеспокоены тем, что с минуты на минуту могут прибыть сторонники Гамсахурде и появятся новые жертвы. И это упреждали они, будет на нашей совести, если мы не позволим им быстро разобраться. Шамиль правильно оценил обстановку, взял на себя ответственность и принял решение о передаче оружия, но с условием, что оно будет находиться в аэропорту. Согласие было достигнуто. Часть оружия передали, кроме меня, Шахии Бурагимова и еще несколько человек. Такое решение было ударом для ребят из охраны, но они поняли обстановку и проявили высочайшую дисциплину. Как показали последующие события, решение это было верным. Через полчаса мы были в штабе оппозиции, гостиницы и верия. А через 20 минут после нашего убытия в аэропорт оказывается прибыль и министр иностранных дел Грузии Ома Нидзе с отрядом афганцев. И слава богу, что тех уже не было. Перед встречей с Тенгизом Сигуа и Тенгизом Китувани нас еще раз проверили на безопасность. Штаб находился в боевой обстановке. Нам еще не верили или делали вид, что не верят. Разговор начался с взаимных претензий и длился в общей сложности 5-6 часов. Сигуа заявил о готовности сесть за стол переговоров с Гамсахурди. Китувани объявил, что в 12 часов он штурмует дом правительства и уничтожит Гамсахурди. Но штурм в ту ночь не состоялся. В половине 12 ночи Шамиль Бено, кистенец Джабраил и я в сопровождении начальника Мцхетского РОВД Давида Зейкидзе выехал в МВД, где был штаб министра иностранных дел. Остальные наши товарищи должны были отправиться в аэропорт, получить оружие и ждать нас. Это было обещание Сигуа и Китувани. Кстати, милиция играла в нейтралитет, что во многом и довело дело до трагедии. Оманидзе был явно расстроен, что мы не уничтожили в кавычках в аэропорту боевиков оппозиции. Ознакомив ситуацию, он связал нас по телефону с Гамсахурди. Шамиль Бено и я изложили суть нашего визита и видение дальнейшего хода событий. Президент готов был идти на переговоры. Конкретные условия решили обговорить на следующий день у него в 10 часов утра. Было уже 2 часа ночи. Созвонившись с оппозицией, согласовали наши завтрашние действия. После переговоров с Гамсахурди опять решили встретиться в штабе оппозиции. Тут же выяснилось, что они не могут найти наше оружие. Но к утру обещали, что все будет на месте. К 3 часам ночи мы были в гостинице «Кавказ», туда же прибыли остальные члены делегации. Гостиница, как и множество других зданий, не отапливалась. Сна и отдыха не получилось. В 9 утра прибыли в МВД. Дзеякидзе был опять с нами. Когда выяснилось, что Москва передала провокационное сообщение о нашей миссии, решили немедленно сообщить домой о том, что нет оснований для беспокойства. Действовали по нескольким каналам. Одну группу направили в пригород, чтобы позвонили оттуда. В Тбилиси международная связь не работала. Ибрагимова отправили домой через перевал. Пока согласовывали встречу с Гамсахурди, перевалило за 12 часов дня. Особого энтузиазма не выказывал Ому Нидзе. Он почему-то медлил согласованием. Вновь и вновь возвращался к вопросу боя в аэропорту, явно высказывая сожаление о том, что опоздал на 20 минут. Не то бы он уничтожил их. К часу выехали к Гамсахурдия. По пути Джабраил позвонил через высокопоставленного работника КГБ Грузии в Грозный и изложил ситуацию. Стало спокойнее за реакцию Грозного на дезинформацию Москвы. К Гамсахурдия выехали Бино, Гириханов, Джабраил, Хангешвили и я. Остальные – Мальсагов, Мавлади и Магомед – должны были поехать в штаб оппозиции, взять оружие и ждать нас. До первого здания, занятого сторонниками Гамсахурдия, проскочили на машинах. В здание вбежали под крики осажденных «Стой, пароль!». Отсюда до дома правительства было метров 300-400 простреливаемой зоны. Нужно было согласовать прекращение огня на время нашего пребывания у Гамсахурдия. Несколько растрогались в путь, но огонь возобновлялся. Защитники дома правительства восприняли нашу миссию с восторгом и благодарностью. Это взбодрило нас. Прекращение огня не получилось. Решили рискнуть. В сопровождении нескольких грузинских боевиков и Давида Зайкидзе пробрались по искореженной улице к дому правительства. Все обошлось. В здании встретили с симпатией и любопытством. У Гамсахурдия нехватки людей не ощущалось. Вели в подвальное помещение. На одном из переходов нам сообщили, что среди них есть и чеченцы. Мы попросили привезти кого-то. Оказалось, что никаких чеченцев нет. А есть группа в 11 человек грузинских горцев, выдающих себя за чеченский отряд. Командир Шота просил не раскрывать их. Но мы предупредили об этом и Гамсахурдия, и оппозицию, и заявили протест против подобных провокаций. Гамсахурдия понимал сложность ситуации. Условия переговоров определили быстро. Но в конце встречи президент предупредил нас о коварстве Тенгиза Сигуа и Тенгиза Китовани. Кстати, о том же предупреждала нас и оппозиция относительно своего противника. И все-таки мы надеялись на то, что они поведут с нами честную игру. Из дома правительства опять прибыли в штаб оппозиции. Наших товарищей там не было. Но была русская девушка, не то санитарка, не то буфетчица, которая вертелась в самом штабе. Мувлади Ахмед встретили, оказывается, и других гостей, в кавычках. Опять начались претензии. Мне пришлось заявить жесткий ультиматум, который, казалось, возымел действие. Но оружие, которое обещали через полчаса, не оказалось и через три часа. Дали твердое и окончательное обещание привезти к утру в аэропорт. Еще раз обговорив условия переговоров, мы уехали в МВД. Считали, что дело продвигается. Ночевали в гостинице аэропорта. Но утро принесло разочарование. Оппозиция ночью начала наступление. Это было коварство. Вовсе не против гамсахурдия, а против грузинского народа. Сами сторонники Сигуа и Китувани были разочарованы случившимся. Мы поняли, что благоразумия здесь не найти. Выразили сожаление по поводу трагедии народа, которая усугубляется по вине оппозиции. Но в этот день уже в защиту гамсахурдия вышел народ. 40-50 тысяч человек. Как оказалось, с большим опозданием. Перед ними выступили Джабраил и Датчаев, посланы заснять этот митинг. Народ понял и принял нашу миссию с благодарностью. В этом и заключается самая большая ценность поездки. Прилетели в Грозный в 11 часов ночи. Через день прибыло оружие. А Москва передала, что в боевых действиях в Тбилиси на стороне гамсахурдия участвуют чеченские боевики. И что Тенгис Сигуа и Тенгис Китувани обратились к руководству России с просьбой предоставить им военную помощь. Все стало на свои места. Кто стоит за событиями в Грузии? Кто разыгрывает чеченскую карту? А впрочем, не все, что нам ожидать от Москвы, где обосновался штаб нашей контрреволюции. А ожидать надо было повторения грузинского варианта. Но с другими чеченскими именами марионеток, как показал 1994 год. Грузию Кавказ проиграл России очередной раз. Потому что еще не успел возродить свое единство. Но надолго ли? Мы не только задавались этим вопросом, но и действовали. Объясняли людям механизм и сценарий действий российских спецслужб в Грузии. Приводили примеры признаков аналогичных действий реакционных сил в Чечении. Народ воспринимал, но быстро забывал. Грузия казалась им немного иной. Грузия казалась им немного иной. Редактор субтитров А.Семкин